Две крутые книжки от издательства Fashionary, которые станут для вас настольными и которыми вы будете постоянно пользоваться. Это Fashionopedia, это действительно библия моды и Fashion Business Manual для тех, кто собрался что-то производить, запускать свой бренд. Здесь все собрано. Давайте я вам покажу и расскажу о каждой книжке в отдельности. Fashionopedia, приятный формат, у нее тканевая обложка, она, видите, у меня уже видавшая виды, потому что она всегда со мной, эта книжка лежит у меня на столе и живет, я к ней часто очень обращаюсь. В ней собраны практически все необходимые элементы, которые будет использовать дизайнер, конструктор и даже частично технолог, потому что здесь технологические схемы тоже присутствуют. Начинается все с исторического экскурса, потом показаны основные стили одежды, которые были по годам, после этого основные силуэты и линии, которые используются, и начинается большая-большая глава, в которой детально разобраны, как рисовать технические эскизы, как это выглядит, с большим количеством примеров. При этом все подписано на английском, то есть если вы работаете с англоязычной фирмой, либо же с фабриками, которые находятся в Азии, и у вас документация на английском, книжка вам в этом поможет. Есть название фасонов и есть название элементов, то есть посмотрев сюда вы поймете, что как называется, это поможет вам и документацию оформить, и соответственно нарисовать, потому что иногда, когда мы что-то начинаем задумывать или рисовать, то нам не хватает элементарно того, откуда посмотреть и где это взять. Вот эта книжка, она вам эту возможность дает. При этом здесь сразу собраны основные длинные, основные объемы, как это все смотрится. Более детально по всем юбочкам, по всему здесь тоже все можно посмотреть. Вязанный трикотаж, какие есть элементы, как они называются, что такое линькинг, да, вот это здесь все разложено, и все это вы тут найдете. Основные названия, которые используются в дениме, типы джинсов, смотрите, брючки. Мне здесь очень нравится, что тоже показаны все длинные, показаны все основные силуэты, и далее приведены примеры технических эскизов, которые вы можете использовать. юбки, разные длинные, разные объемы, при этом смотрите, если будет юбка, у нас полностью солнышко, как оно смотрится, юбка, например, полусолнце, асилуэт, и юбка-карандаш, они сразу показывают, как это изображается. Большое количество складочек, так что, кто бяготеет к складочкам, здесь найдете, как рисовать. Костюмы мужские, очень приятно нарисованы, так что пользуйтесь. Ночная мода, и нижнее белье, мужское и женское, разные типы женского белья, есть трусики, бра, спортивные, корсеты, майки, боди, пояса для чулок, и мужские, при том как, что мы называем кальсонами, либо термобельем, так и самые разные нижнее белье. Потом начинается часть, где приведены примеры, как оформлять горловины, как оформлять воротнички. То есть, когда вот какой-то клин идей, например, начинается, вам нужно посмотреть, а как это рисуется, а как это будет смотреться, а как это будет называться, как это будет располагаться, откуда мне взять эту идею, эта книжка приходит на помощь, она действительно вам просто помогает. Живя рядышком с вами, можете к ней обратиться, вспомнить название, подсмотреть, как это рисуется, как это смотрится, и зачем это применяется. Разные типы перчаток, есть веера, есть пояса, носочки, чулочки, колготки, ботинки, тоже можно посмотреть, как они называются, найдете много для себя нового. Ювелирные украшения, можно померить еще, смотрите, размеры колечек, сережки, цепочки, как называются разные длины ожерелья, как производится текстиль. Во-первых, откуда берется сырье, то есть это может быть хлопок, это может быть животного происхождения, вот самые разнообразные способы их обработки, сколько это стоит, что дороже, что дешевле, как производится, как переплетаются нити, и как это все выглядит, вот, то есть переплетение нитей, и как это будет смотреться. Также трикотаж разобран, при этом, что большая редкость, сразу здесь разобрана игла трикотажная, как она применяется, какие переплетения, как они называются, для того, чтобы там, что такое рип, что такое антерлок, вот, что такое франчтейли, все тут вот написано, для того, чтобы было понимание технологически. Какие есть типы кож, какие есть типы кружева, тоже сюда они все это включили, это все одна книжка, да, все в одну книжку, вошло, сколько что стоит, названия основных узоров, которые мы часто применяем, вот, синтетические разные красители и так далее, Fabric Dictionary, это по полотнам, вы сможете почитать, как что называется, соответственно, если вы ведете, например, переписку с азиатскими производителями, то вам это поможет, как выглядит дизайн-студия или маленькое ателье, какой есть основной набор, вот, смотрите, здесь тоже все в картинках, изобразили, что такое лекало и как лекало, чего смотрится, как, что называется, то есть, если вы не знакомы с этой терминологией, здесь сможете познакомиться, основные типы швов, технологические схемы, как выглядят швы, пуговицы, застежки, молнии, цепочки, отделка низа, соответственно, лыблы, коробки, где у нас с вами находится производство, типы фигур, самые разнообразные, прически, мужские, женские, здесь же включили и макияж, так что вы можете сразу нарисовать разные типы губ, разные типы формы ногтя, откуда идут ароматические добавки, тоже здесь там и фрукты, и цветы, и все разобрано, и даны дополнительно измерения, женские измерения, мужские измерения, как они снимаются, основные типы ухода, и полный глоссарий, для того, чтобы вы могли прочитать какой-то термин, если вдруг он вам не знаком. Вот такая маленькая библия у вас на столе, вот она у меня немножечко порвалась, очень ее рекомендую, будет она у вас тоже постоянно под рукой, будет вам удобно с ней работать. И еще одна книга, это тоже издательство Fashionary, для тех, кто хочет запустить свой бренд, производить одежду, здесь разобраны все этапы, через которые все проходит, при этом они сделали просто феноменальную работу, и все показали через инфографику, кто те люди, которые занимаются в этой индустрии, да, и, кстати, такой тонкий намек, что там, если это редактор, то это будет Анна Вентур, вот, здесь все можно посмотреть, да, 8 элементов, на которых строится ваш бренд, как найти своего покупателя, как сделать слот-анализ, что для вас важно, и какие ценности несет ваш бренд, как разрабатывать логотип, как разрабатывать упаковку, какое у вас будет основное направление и посыл для вашего клиента, как разрабатывать свой продукт. Вот система Smart, здесь она описана в легкой инфографике, вообще совершенно прекрасно работает всегда. Основные этапы работы над коллекцией, вот здесь они дают 12, я обычно выделяю 19, потому что они начинают с технического рисунка, а до его создания там еще достаточно много подготовительного элемента, вот, производство, соответственно, как и что производится, какие ткани, на что обратить внимание, сколько что стоит, что экологично, что не экологично, что такое раскладка, что такое технологические документы, и как они выглядят, с чем их едят, какие бывают типы лейблов, как их пришивать. Здесь это все вот наглядно, какие навесные бирки могут быть, да, что для чего, когда. Конечно же, у каждой страны есть свои определенные требования, и на это нужно обращать внимание, но в целом они дают понимание того, как это устроено, да, как продавать, как общаться для того, чтобы получать, соответственно, и финансирование, и новых клиентов, как строить маркетинговую систему, что для этого нужно, куда вы можете обращаться, да, кто вам в этом поможет, как это устроено. Здесь вот все детально расписано, показано разные типы поколений, для кого мы с вами производим продукты, как нам их захватить, как на них ориентироваться. Основные даты для того, чтобы что-то делать. Тоже в каждой стране они свои, ну, как правило, Новый год он приблизительно у всех одинаковый, хотя у китайцев там может отличаться, да, под это дело все тоже планируется. В каждой стране нужно смотреть на свои праздники. Цепочка взаимоотношений, как попасть в цель, соответственно, продажи, как организовать магазин, как распределять, здесь даже есть основа мерчендайзинга, где должна быть планировка, какая магазина, где висит зеркало, как складывать те или иные изделия в зависимости от того, какого они типа, на каких вешалках они могут размещаться, как общаться с клиентами, да, как разговаривать, как упаковывать, какие могут быть пакеты, как устроено кассовое обслуживание. Опять для каждой страны оно будет свое, но в целом здесь основные принципы заложены. Вот, и, соответственно, начинаем свой собственный бренд, как это сделать, откуда взять деньги, что вам понадобится для этого, оборот, считаем. Ну, кстати, вот на мой взгляд, единственное, что здесь маловато, вот регистрация торговой марки, так это расчетов, потому что любой бизнес, это всегда цифры. Это вот, смотрите, таблицы, рейндж-план, пакинг-лист, счета, вот все примеры документов, они здесь прилагают, для того, чтобы вы понимали, как у вас это будет. Конечно же, это чистая удача, на самом деле, это большая, большая работа. Вот такие две книжки, станут просто незаменимыми, для тех, кто занимается модной индустрией. Они есть у нас в магазине, вы сможете их там найти и купить, сможете купить их на официальном сайте сэшнери. Я надеюсь, что этот обзор был для вас полезен. Если у вас есть идеи, какие еще книжки по моде посмотреть, обязательно пишите мне в комментариях, я для вас подготовлю обзоры. На этом все, подписывайтесь на канал, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok